Дорогие друзья, я опубликовал технический минимум программу по урегулированной ситуации с мигрантами из семи пунктов. Это вызвало уже некоторую дискуссию, поэтому я хочу зачитать их здесь с минимальными комментариями. Первое. Всех безработных, нетрудоустроенных официально на полный рабочий день, мигрантов отправляют домой без права возврата, как минимум в течение 10 лет, а лучше вообще. Почему? Потому что они не виноваты, но они уже развращены безнаказанностью. Они привыкли к тому, что Россию можно отдаить, что никаких законов в России нет, что никакого порядка в России нет, что преступление против русского это кошерно и так далее. Поэтому все безработные, то есть нетрудоустроенных официально на полный рабочий день, мигрантов, домой. То есть человек идет по улице, спрашивает, где ты работаешь, я работаю там, в барбершопе, например, как этот террорист, не говорящий по-русски. Пожалуйста, пойдем в барбершоп, дорогой товарищ, покажите, пожалуйста, контракт. А контракта нету. Значит, оба домой, и мигрант, и владелец барбершопа. Если не говорит мигрант, кто и как его завозил, кто и как его нелегально трудоустраивал, простите, это соучастие в работорговле, по сути дела. А это тяжкое преступление. Значит, сначала он в места лишения свободы, он принудительная работа, отработает вину за соучастие в работорговле, пусть даже с собой некритичную, отработает себе билет обратно и домой. Второе. Это главное, потому что мигрантов-то завозят, на самом деле, российские чиновники. Эта проблема не в Душанбе, не в Ташкенте, не в Баку, не в Ереване. Это не в Алма-Ате, извините, как он сейчас называется, столица Казахстана, в Султану уже переименовали обратно в Стали. Нет, это проблема в Москве. Поэтому, всех, кто завозят мигрантов, всех, кто крушует их здесь, всех, кто забирает до 70% зарплат в работяг, как это в жилищнике Москва-Бада в некоторых местах появляется, с одной стороны, силовики, коммунальщики, ну и диаспора тоже, на долгие сроки за работорговлю. Не хотите на долгие сроки за работорговлю, значит, деятельное раскаяние, сдаете всех, после этого диаспора едут домой, ну, силовики получают небольшие сроки, условные, пожалуйста, если всех сдали. Нормальный американский принцип. Хочешь выжить, сдай начальника в своей криминальной иерархии. Не хочешь сдавать начальника, ну, вези, недорогой товарищ, ничем тебе помочь не можем. Работающие мигранты могут работать только по контракту и только без семьи. За любое правонарушение работающего мигранта, я имею в виду низкооплачиваемого, да, это не только менеджер корпорации, или не ученый, за любое правонарушение мигранта отвечает работодатель лично. То есть, мой работник, у меня на стройке работают, я замок директора стройки по безопасности, мой работник пришел в улице на красный свет. Ну, с него условно 500 рублей, с работника, а с меня 5000. На первый раз. А на второй раз больше. А на пятый раз я уже под уголовку пойду. Каждую неделю 4 часа будет просвет за счет работодателя. Извольте объяснять тех, куда вы сюда, кого сюда приводите, что женщина, которая идет по улице, она не является проституткой и не является добычей. Извольте объяснять, почему люди пытаются соблюдать вокруг себя чистоту и как работает лифт. И почему в лифте не надо справлять нужду. И так далее. 4 часа каждую неделю культ просвета. Можете газоманову пригласить? Пожалуйста. Четвертое. Все выданные с 92-го года гражданства должны быть проверены. Все неинтегрированные должны быть решены гражданстве отправить домой. Что такое неинтегрированные? Тот, кто вызывает вражду соседей. Из представителей коренных народов России. Должно быть очень четкое разделение. Есть у этого народа, соответствующего народа, государство за пределами России или нет. Исключение евреи, белорусы. Ну, наверное, еще можно вспомнить. Если за пределами России своего государства нет, ну, курды, с другой стороны исключение, пожалуйста, вы коренное население. Вы здесь живете. Если вы поляк, который здесь живет, 10 поколений, ну, если вы по-русски говорите, никаких проблем. Но, если человек вызывает вражду соседей с коренных национальностей, если внук ведет себя агрессивно, пусть даже в детском саду, а не в школе, доводит воспитательницу, и вы не хотите его воспитывать, или не можете его воспитывать, значит, решайте гражданство и давайте. Даже если вы 30 лет здесь провели, никаких проблем. Если вы при этом не рассказываете, кто и как вам это гражданство продал, ну, вы сначала, значит, покрываете работорговую, сначала нам придут работать за сообщество, за сообщество, вы работорговываете уже потом, да. Визовый режим со Средней Азией за Кавказьем, жестокий, настоящий. Не как с Кипром в Российской Федерации, когда я захожу в интернет, получаю электронную визу за полчаса, и прямо в аэропорту могу получить в момент вылета. Нет, ничего, ну, мог раньше. Ничего подобного. Жестокий, призывный режим. Нулевая, то есть толерантность с меградским правонарушением. При этом нужно уважать культуру других народов, не надо им навязывать свою культуру, нужно поступать по их правилам, по доступным им правовым, ну, для нас это не норма, для нас это понятие, ну, там это много. Значит, за правонарушение, а не только за преступление каждого. Депортируются навсегда, и 10 лет не впускаются обратно. Не только все родственники, но и все насечения. Из городов уроженцы того же квартала. Запрет диаспоры, юридическое приравнивание их к КПГ, про незаконные молельные дома и клубы убийц без правил, извините, бойцов без правил, я уж не говорю. На самом деле бойцы без правил замечательные, всех на фронт провести мобилизацию, и вперед, прекрасные. Как говорят на готовых кадрах, правда на фронте говорят по-другому, но вот и узнают заодно, кто прав. Кто против этих семи пунктов, коллеги, вольны или не вольны, это посудник терроризма. Пожалуйста, берете уголовный кодекс, читайте про себя, там все очень понятно, объяснено, очень доступно. Возражение 2. Первое. Не существует никакого государства, и никто не собирается из представителей российского государства выступать в интересах российского народа. Все стараются, все озабочены существованием тем, что в России до сих пор есть какие-то русские. Мне кажется, это привлечение, но возможно, что люди, которые считают, что российское государство является ключевой антироссийской силой, возможно, в этой позиции есть какая-то правда. Вот мы увидим в ближайших людей. Говорят, вы остаетесь без рабочей силы. Правильно? Потому что когда вы завозите людей, труд которых дешевый, или завозите людей, которые не могут пользоваться техникой, потому что инструкция к технике написана по-русски, по-английски, и, в крайнем случае, по-китайски, а у вас господство ручного труда, почему-то не очень дорогого, вы не можете применять технику. Зачем мне эскалатор, когда мне пригонят бригаду коллег из Средней Азии, и они все сделают быстро, надежно и сильно дешевле. А когда труд станет дорогим, тогда появится возможность технологического прогресса. Если кто-то всерьез озабочен состоянием нехватка рабочей силы, нормализуйте образование. Нормализуйте образование. Почему у нас школы, вузы и все остальное готовят профессиональных безработок? Это же государственная политика. Это же не власти Таджикистана. Ввели ЕГЭ в Российской Федерации. Это же не власти Узбекистана. Сделали так, что условия работы айтишников в Узбекистане сильно выше, чем в России. Ну, то есть, это они сделали, но кто мешает нам выиграть у них это соревнование, кроме собственных руководителей. Это же не власти Киргизии создали ситуацию, при которой в школах с одной стороны учитель работает бесправным писарем, не имеет никаких прав, с другой стороны школьная программа не учит ничему, а с третьей стороны, простите, пожалуйста, люди боятся опускать своих детей в школу в силу мигрантского террора. Это же люди из Киргизии сделают. Это сделали люди из Москвы. Правда? То есть, если мы хотим жить, наверное, нам стоит как-то заниматься и развивать свою страну. Так что, технический минимум я озвучил. Я понимаю, что нынешняя система его даже читать не сможет, там слишком много для нее мог. То есть, она не то, что не сможет ее знать, она прочитать там никто не сможет. Я каждый день задаю вопросы этим людям и каждый день читаю их ответы. Они прочитать не смогут. Но я надеюсь на оздоровление российской государственности. Спасибо.